Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Всех поздравляю с воскресным днём, продолжающимся праздником Христовоздвижения. Сегодня мы с вами тоже читали Евангелие, недели по воздвижению, о том кресте, который мы все должны нести. И Господь говорит очень важные и значимые слова о том, что кто хочет душу свою спасти, тот её погубит. А кто погубит свою душу ради Христа и Евангелия, тот её спасёт. А ещё говорит о том, что кто постыдится меня в роде всем прелюбодейным и грешным, того и он, Господь, постыдится, когда придёт во славе с ангелами святыми. О чём здесь идёт речь? Когда Господь говорит, что мы потеряем свою душу, если хотим её сберечь. И ещё идёт о том, чем мы свою душу наполняем, чем мы живём. Понятно, что есть люди, которые гоняются за успехом, за, может быть, деньгами, благами этого мира. Вряд ли здесь, в храме, стоят те, кто этим занимается. В наших душах эти процессы тоже происходят, но более тонко. Всё-таки мы с вами живём в мире, и ничто мирское нам, к сожалению, не чуждо. Это и мода, это и сравнение себя с ближним. Это здоровье, благополучие, семейное. И разные другие мелкие. Они очень-очень мелкие, эти идолы. Но, тем не менее, очень часто мы размениваем свою жизнь именно на них. И вот Господь говорит о том, что, по сути, всё, что тленно, всё, что есть от этого мира, оно не может дать нам полноты, не может наполнить, насытить нашу душу. Даже бывают очень высокие вещи, например, искусство, поэзия. И это тоже не может нас наполнить. Это погибнет вместе с нашим миром. На самом деле, вот на этих строках заканчивается гуманизм в христианстве. Очень часто Христа представляют как некого гуманиста. И действительно, это так, когда он говорит, что не человек для суббота, а суббота для человека. Но всё-таки Христос не гуманист. И вот эта антропоцентричность христианства, она идёт дальше. Чтобы это понять, нужно обратиться к славам. Кто постыдится меня вроде всем прелюбодельным и грешным? Почему в современном мире бывают люди и стыдятся христианства? А вот так иногда рассуждают, что как Бог допускает столько в мире страданий? Представляет Бога как какого-то начальника, вроде губернатора или президента, который должен сделать так, чтобы всё было в мире гладко, хорошо, все были довольны. Но вот мы с вами живём в нашем мире и понимаем, что никакой губернатор, никакой президент, он не может каждому человеку представить милиционера. Чтобы мы жили правильно. Есть законы, если общество, люди, каждый из нас соблюдает эти законы, общество живёт так. Если большинство решает для себя законы не соблюдать, общество приходит к деградации. В духовной жизни ещё глубже. Нам бы хотелось, чтобы все цели, которые преследуют, как бы Бог, они были бы антропомерными. Мы могли бы их понять. Вот это произошло для того-то, это для того-то. Вот этот человек умер в младенчестве, потому что... Ну почему? Ну потому что, конечно, он вырастет и убийцей станет. Поэтому Бог его забрал. Нам легко и удобно рассуждать именно в такой логике. Но в том-то и дело, что цели Бога, они не антропомерные, не человекомерные. И вот здесь как раз гуманизм заканчивается. Либо мы соглашаемся с этим, когда мы открываем для себя вот ту глубину нашей души, которую она имела при створении. Потому что мы все созданы по образу и подобию Божию. И в нас есть глубина, принципиально отличная от любого другого творения, от любого другого живого существа. И тогда мы прикасаемся к этой глубине и можем расти в эту меру. Либо, если мы отрицаем эту глубину, мы остаемся плоскими человеками и задыхаемся, погибаем в попытках снова и снова залатать, починить вот это наше распадающееся естество, наше распадающееся тело, наше распадающееся жизнь. Господь заканчивает сегодняшний Евангелие очень великим обетованием. Он говорит в Евангелии народу и ученикам, что есть некоторые, которые вот здесь сейчас стоят, которые не вкусят смерти, пока не увидят уже Царство Божие, пришедшее в силе. Обычно, когда человек первый раз читает Евангелие, ему кажется, что это обетование не сбылось, что все эти люди умерли, а Царство Божие на земле так и не наступило. Но в том-то все дело, что эти слова сбылись на тех людях, которые тогда слышали Христа. И что самое важное, эти слова, они не потеряли свою актуальность и сегодня, и сегодня, когда эти слова читаются в церкви, что есть некоторые от здесь сейчас стоящие, которые не вкусят смерти, пока не увидят Царство Божие, пришедшее в силе, они верны и сейчас. Вот для тех, кто сейчас здесь стоит и слышит эти евангельские слова, вот это нужно помнить. Когда уже вопрос, а что есть это Царство Божие, пришедшее в силе, к чему мы должны стремиться и таким образом мы должны перестраивать наш ум, я бы не хотел сейчас отвечать, разменивать ответ на этот вопрос на несколько фраз, а хочу вас всех пригласить в воскресную школу для взрослых. Кто хочет слушать ответ на этот вопрос, в нашем храме следующий суббот начинается курс духовно-образовательный о православии современному духовно. Впервые этот курс он будет проводиться не просто как теоретически, это будет не просто лекции, но будут после каждой лекции практические задания, духовно-практические, которые мы будем обсуждать. так что кто может быть слышал этот курс в прошлом году или позапрошем, будет немножечко по-другому. Я всех вас приглашаю в субботу в 15.45, следующую среди нашим день, здесь в храме будут проводиться эти занятия. Вчера всех с праздником! Храни всех Господь!